что же поймали нас менты что ж поделаешь сперва поиски не получилось ничего страшного так на самом деле есть да вот я доехал до молоток буквально там пару сот метров дальше было наше здание ну теперь начинаем большое турне смотрим 45 километров 54 контрольной точки и уже кто-то успел убиться не там бои вы были поднимает что фиг поймешь но спешить некуда главное с ментами разобраться главное выжить за задание получить золото у нас нету просто проехать попадание эми провтыкал вот не факт чей промазал и поскольку путь не перестроился хотя контрольки здесь вроде не было ну ладно это в принципе тоже не важно ехать еще невообразимо много ну ладно сколько мы проехали вот минуту 45 5 километров минут 15 езды ой 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 ну блин прикольно приземлился я специально так не сделаешь специально так не сделаешь я один ритм я один ритм 6 вижу по мотивирующих вы и поединяюсь погодчиков диспетчер нужна помощь перекройте дорогу оу блин думал про проехал мимо все таки оу блин думал про проехал мимо все таки С таким темпом я не доеду. Да, кстати, справа мы только что наблюдали обвал. У-у-у, спасительная мастерская. Налево, налево. Так, у нас пока что третий уровень и восемь тысяч заработано. И на дни менты нам попадаются. Мальчики уже уперли прилично. Тем временем мы в десятку уже проехали. Три-двадцать-десять километров. А, отмазались тотеми. Блин, и следующее. А, у моего ЕСП перезарядится не так быстро. ЕСП. Она катилась назад сама. Подозреваемый проскочил через ограждение. Продолжайте преследование. Даже такое отставание ни о чем абсолютно не говорит. Я потерял его из вида. Принято. Вызываю машину вам на помощь. Прием. Пока что нас преследуют какие-то бантовые там доджи или что-то в этом роде. Приносит неповреждение. Тут до конца гонки, наверное, можно заработать. Восьмой и десятый уровень. Преследование. Собственно говоря, да. Я за минут 15 десятый уровень не работал. Прошлой серии. Уууу. Кончик А под номером пять. Эми бомбанули. А ну... Ай, волны нет. Ну, хоть так. Вытолкнуть меня с дороги. Теперь преследую группу целей. Код три. Вызываю все свободные машины. Диспетер нужна помощь. Бери. Внимание, мне машина. Это надо вытаскивать из ограждений приема. Четвертый уровень у нас уже преследование. Вытравимся остановить объект. Ну, как видите, я уже всех догнал. Ну, не то чтобы всех. Ха-ха, самых последних. Ууу, даже обогнал. Одного, второго. Надо его добить, Люба. Блин, и оба проскочили. Оба как будто бы турбо включили. Так, 28 километров. 20, по контролькам половина ходила. По дистанции немного меньше. Интересно, здесь контрольные точки через раные промежутки расположены или нет. Так, глядя на дистанции, похоже на равные промежутки. Промах. Короче, хотел уже в последний момент вернуть на мастерскую. Мне придется заезжать, потому что я вот один толчок, и меня нет. Но кто-то тоже так решил. И ударной волной, и удалонку. Ну, опять же, дистанция большая. Можно себе позволить такие крутасы. Сейчас вечер, передайте всем машинам. Подозреваемые очень апатисты. Надгончик не сидит на месте. Центр мне понадобится 11-25. Активно заграждение не помогло. Походим продолжать. Выбил, нет? Уровень какой-нибудь 5. Когда нас чем-то бомбят, у нас очки походу снимаются. Красным выписывают. Я вижу объект. Вак 3. Центр, прикрызывай еще одного 10-44. Так, так, вот давнали 4-го. У-у-у. Это ударная волна на шантарах. А теперь мы. Я уже тут, я стремно, собирался повернуть направо, налево, реально даже не думал. На тебе. Очень красиво они улетают, если ты едешь с ними в крови, не включаешь полный танк. Там, это я видел. Шипы на дороге. Блин, критическое повреждение. Нужно искать срочно мастерскую. Иначе не доеду. Осталось 20 километров. У-у-у, мастерская. У-у, блин, ну это как это меня... А, таран. Попросили меня так конкретно. Мастерская. Проскочи. У-у-у. Объект пытается толкнуть меня в стену. Воздух 14, всем машинам вы на месте. Пятая позиция. Интересно, один гонщик выпил, когда мы его выбиваем. Он больше гонку не возвращает, я так понимаю. Потому что нас арестовывают и гонка закончена. Можно рассчитывать на заграждение. Я, воздух 14. Мы нашли объект. Координаты у всех на компьютерах. Ремонтируемся. Вертолет, блин, мешает конкретно кружек. Едем прямо по карте. Блин, включил турбу. 15 километров осталось. Отвали. Ты только что намеренно въехал в меня. Диспетчер, передайте всем объект намеренно атаковать наши машины. Четвертый, шустрый какой. Не знаю. Блин, я промахнулся. Отвлекся на него. И он, блин, снова впереди. Я два Чарли, два присыду. Волна. Блин, я от четвертого волной бахнул, чтобы он успокоился уже. Левее брать надо. 260. Шестой уровень приспредования. 75 тысяч очков. 290. 300. Почти. Шестая передача. 8500 оборотов. Блин, опять четвертый. Снова видим объект. Идем за ним. Не, он походу. Это третий поход. Один куда-то уже испарился. Блин, и попал. Как это он? Минус. Минус просто. Прямо под колёсом. Ух, хороший участок хороший. 300, 306, 7, 10, 12, 16. 316 было. Отвали. Третье место из шести. 8 километров. Не очень хорошо, конечно. Но не суть важна. Главное доехать. Блин. Йоу. Я думал здесь будет мастерская. О, как они все удачно у меня. Бомбур 90 косарей. Блин. У меня ноль здоровья. Просто ноль. Ну, вот и всё. Ну, давайте попытка номер два. Нужно стараться всё-таки ехать в голове. Там, ну, понятно. Если у тебя все позади, они тебя будут меньше атаковать, меньше будешь ловить шипов, брошенные самими же гонщиками и милицией. Всё, нужно постараться прорваться вперёд. Ну, и уже, кстати, не темно, уже светает. Это нам тоже будет полегче. Ночью ехать сложнее. Так, кто-то там турбо включил. Заграждение установлено. Вот так вот. Нефиг тупо включать. Без разрешения. Заграждение не дало результата. Гонщик ещё движется. Затерял его, я потерял его. Принятый сообщение о результате. Эээ, промахнулся я. Ну, хотя мне полный, полная здоровечка. Я первый, я первый. Эмми, эмми, эмми. Следим, следим. Ха. О, теперь мы нормально полетели. Ну, нужно милее немножко брать, ну ладно. Фу, самоубийцинец. Он решил не ехать прямо, решил поехать в стены. Так, а вот бы вообще оторваться. Блин, а кто-то не успел обогнать. Всё, я его вижу. Продолжай прикрепление. Так, вижу номера первый. Нам нужно заграждение. 292 километра мы на ротаре засветились. Так, трасса. Плавный поворот. Плавный заграждение. Опять не успел. Так, главное, поворот не провтыкал. Так, 10 километров пройдено. Первый, да, как ушёл. Но это вот так, это ненадолго. Он кого-то втаранил. Я туда пошёл по заборам. Блин, бомбануть бы их всех. Вот так. Эмми, ещё рано. Рано. Пора. Не, не, не. Я как раз нажал на эту секунду. То ли секунду не успел. Тяги не хватает. Подбора всего 190. Напряжно идёт. Ремонт. Так, ну... Как бы немножко культурнее где-то гонка, когда мы в начале. И день на дворе. Нас не так трепает. Так. Вовремя сблокировал. Вот тебе номер, герой. Знай своё место. Аликсандр должен быть впереди. Блин. А полёт? Развернуло. Так, остальные гонщики, ну, там видно. Блин. О, проколол все колёса, не бойся. Давай, давай, восстанавливайся быстрее. Пока первый не ушёл, его надо догонять. Не наказывать. Давай, раз, два, три, четыре, пять. Всё, мы снова на ходу. Газа. Нитро закончилось. Спокойней, да, ты стала? Когда вырвался вперёд нормально. Блин. На ту. Ау, так. Так, это Маккварен или кто это? Двое, кстати, впереди, гады. Проскочили. Нужно стараться ехать лидером. Диспетчер, подозреваемый восстановил жены. Диспетчер, направьте машины для отограждения. Ну, они в зоне видимости, это значит всё, всё отлично. Десять сорок четыре атакует, получающий... Запас ещё большой, больше половины дистанции. У-у-у. Диспетчер, гонщик объехал отограждения и продолжил движение. Есть ремонт. А вот и один минус. Ой, его так побросало, как и меня. Внимание, могут прорваться справа. Да нет, слева. Диспетчер, я опознал дополнительного гонщика. У нас ещё машины есть в этом районе. По грунтуке она, кстати, едет вполне отлично. Скорость не деляется. Ну, это потому что мы с горки ещё путёмся. Нет, наносит мне повреждения. Нет, ничего этого. Нет. Мм, блин. Да, нитровизает. Блин, чуть не поврекал кругловорот. Засмотрелся. Потерял, конечно, время на этом беляне. На! Ударная волна использована и гонщик разбивается. Я сделал это. Две волны и пять. Неудачно. Восстановили запасы технологий. Хочешь, блин. У-у-у. Ну, блин, я реально... Промахнуться бы. Так, контрольная. Ремонт. Очень удачно расположенный. Проскочил мимо шипами по везению. У-у-у. Какая дорога, как стрела. Интересно, где же она находится. Такая длиннючая прямая. 312. Ух, какая длинная красота. Да. Диспетчер, я поврежден. Такой скоростной участок мне понравился. Снова ремонт. Диспетчер, если мы не перекроем дорогу, нам его не взять. Ну. Скорость. У-у-у, да. Действительно, нить форспит. А за что только, чтобы он не на счет. Ушел. Ушел. Так, вертушка где-то летит. Она за нами не успевает. Реально, да. То, что я говорил. У вертушки три сотни. Она даже на 260 у нас не доставала. О, подмагивание. Так, пристраиваемся. Успел атаку, да не знаю, куда бы я поехал по правой стороне. Сойдется ли дорога впереди. У нас пятый уровень преследования. 38 тысяч. Намного меньше, чем было в первый раз. Мы неудачные. Я там было... Пало больше, потому что возня постоянно в хвосте с машинами была. Так, а мы, походу, по встречке ломимся. Так, еще одна заправочка. Заграждение. Нам нужно заграждение. Снова перестраиваемся. Заграждение по маршруту. Куда три приема. 230. 11 километров всего лишь осталось. И мы, ну, можно сказать, в тишине и в горном одиночестве едем. Да, и когда едешь три сотни, менты тебя особо не догоняют. 320. 22. На седьмой передаче. 7 передач у нового Поша. Ничего себе. Изменился с джипом. Так, главное... Опа! Просто, ну, просто смак. Они просили. Просили, чтобы я использовал ударную волну. Ну, это он, конечно, красиво размазал. Объехал или объехал? Блин, не объехал. Так, все, свалите, не мешайте. Гонщики там тоже меня догоняли, но они тоже, вижу, закрутились. За местом сзади серьезно идет. Про что я и говорил. Нужно быть впереди. О, вертушка, видел, сбросила только что. Так, проезжаем. Ух, удачно, удачно. Там за машиной можно было зацепиться на раз-два. Еще раз удачно. Снова шипы. У-у-у, все четыре. Хорошо, пока что рядом никого нет. Ого, гонщик вижу, гонщик вижу. Сколько? Пять километров. Пять километров мы впереди, и нету милиции. Больше нету. Ну, давай, адреналинчик. Прям сердечко колотится, осталось от четыре километра. Гонщик догоняет нас. Догоняет. Блин, если он турбу включит, будет вообще печально, если нас обойдет. Они так любят делать. Сейчас, о, я его сейчас догоню. Блин, не достало. У него вообще нету здоровья. Тупо машина, хлам у него. Ух, помог мне, помог. Толкнул меня вправо. Два километра. От того недопитка я б добил. Интересно, сколько из гонщиков доедет? О, удачно. Блин, не проехал. Опять пробил колеса. Один километр осталось. А, там, впереди это не... Фу. Хорошо, что впереди это не гонщик, а просто так. Колеса на месте. Осталось 400 метров. 400 метров. Мне такое чувство, вроде там, из наших уже никто не доехал. Финиш. Йес. Йес. Мы справились. Мы сделали это. Очень даже красиво. Достойно. Уверенно. Глава 9. Утеса. У-у-у-у. Я так не делал. Я культурно все уехал. Мы ведем прямой репортаж из округа Редвью, где гонщик, известный под именем Зефир, попал в ужасную аварию на огромной скорости, столкнувшись с местными полицейскими машинами. В этот самый момент врачи пытаются пробраться к месту аварии. Но трезво оценивая ситуацию, сложно представить, что кто-то мог пережить подобное. Я реалити-шоу. 15 минут, которых у тебя никогда не будет. Не надо, я меньше. Говорят, скорость убежит. Но тот, кто не живет на скорости, не живет вовсе. Типа живой еще. Та машина осталась целая. Завелась после такого пероя, это сомнительно. Что же, уважаемые зрители. Очередной не фортспид. Очередной очень аркадный. Но меня вполне порадовало играть в него. Достойная игрушка в своем классе. Если не ждать, что это должен был быть симулятор. Это аркада. В стиле бернаута. Ну, чё. Появились в Феррари. Очень меня порадовало. Так, что нам дают? Нам разблокировали машину. Да. Макларен П1. 900 лошадей. Нужна быть теперь иная машина. На нем мы обязательно покатаемся. Вы завершили карьеру гонщика. Но впереди еще много дел. Можно вернуться и попробовать незавершенный спидлист или сразиться с друзьями через автолог. Соперничество продолжается. Да, да. Насчет спидлиста. Мы что выполняли всего лишь по одному из трех. То есть мы прошли всего лишь одну треть карьеры. По факту. Еще две третьих. Ну, для меня это пройденная игра, когда пройдены все испытания доступные. Реально еще две третьих можно играть. Другое дело, что там много, конечно, одинакового. Некоторые гонки я уже прошел и в свободном стиле. Не выполняя этот спидлист. Да, там в разделе поехали опять эти, кстати, прыжки с высоты и все остальное, которое мы выполняли на более поздних этапах. Оно перекрывает собой более ранние во многом. Ну, мы обязательно покатаемся. Да, кстати, сегодня у нас воскресенье. Через два дня, 24-го числа, выходит Грид 2 Автоспорт. Не, просто Грид Автоспорт. Грид 2 был. Он есть на канале прохождения. Заходите, смотрите. И вот. Так, жду Грид Автоспорт. Посему, то есть прохождение нефорспида, я думаю, сейчас прекращу. У нас, кстати, вот 677 тысяч. Мы можем купить себе любую машину. Так, 410 тысяч. П1. Хорошие показатели. Берем его однозначно. А потом еще нужно взять Энце Феррари. У нас денег пока что не хватает. Да, да, да. Так, в общем, карьеру гонщика я буду проходить, полицейского буду проходить позже. Скорее всего, после автоспорта. После Грида. Потому что играть одновременно в два симулятора, как вы понимаете, невозможно. Ко всему нужно привыкать, управление будет разное. Вот так. Купим что-нибудь, что есть. Стандартный набор. ЭСП и волна. Сразу качнем прочность и силу в этой машинке. До упора. Ну, вот мы и потратили. Осталось там 47 тысяч. Еще по одному уровню качнем. Вот. Еще что-то останется. Да, еще. Управление качнули. Так что, всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх. С вами был Александр. Играл для вас. До скорых встреч. Ждите карьеру полицейского. И вот еще. Не смог удержаться сразу. Не показать вам, что такое Макларен P1. Это просто бомба. Машина просто классная. Рулит феноменально. Разгоняется три сотни. Блин. Просто на раз-два. Вот уже 260. Сейчас я быстренько заеду в ремонт и выйду. И выйду напрямую. Смотрите, какая у нее динамика. Управление, поверьте мне, просто супер. 200 на раз-два. То есть 200 это вообще не показатель. Три сотни легко. Я на ней разогнал даже уже больше 370. Сейчас попробую вам это показать. шестая передача, 290. И она, кстати, еще очень хорошо управляется на этой скорости, как видите. Можно достаточно чутко и тонко ее регулировать. зона магистраль омега. Зона магистраль омега. Средняя скорость 276 у нас. Так. Так, так, так. Открепление. Так. 310. Сейчас доедем до спуска. 320. Ого, давайте прыгнем. Ммм, блин, погасил скорость, потерял почти сотню. Красота. Какой прыжок? 159 метров. Ну, понятно, я потерял. Если взять турбо, будет, наверное, 200. Спокойно. И, кстати, мы уходим от полиции. И давайте, максималочка сколько? 360, 370. Мелькнул. 370, да. Уааа. И такой у нас эпик. Эпик остановка. Так что, смотрите нас дальше. Смотрите грид автоспорт. До новых встреч. До новых встреч.